Дорогие друзья, рада вас приветствовать на канале Любимого ТВ. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Посмотрим сейчас, с какими он к вам претензиями, чтобы он хотел вам озвучить, что ему не нравится между вами, то, что происходит, может быть, ему не нравится ваше поведение, а потом посмотрим, что ему нравится в вас. Давайте, плюсы и минусы. Как обычно, предупрежден, вооружен, будете знать, хотя это общий просмотр. В общем-то, как правильно себя с мужчиной, может быть, поставить, как показать, где смягчиться, а где наоборот, сказать, ах так, ножкой топнуть. Может быть, так, да, улучшить отношения и вообще узнать его подноготную, что он там на самом деле к вам испытывает, что на самом деле он думает. Но еще раз общий сеанс. Те, кто желает на индивидуальные, информация есть под видео. Я веду экстрасенсорные приемы по фотографии в каналах, есть на знаниях, есть на видениях и также на картах второго. Это мой магический инструмент. Итак, что мы видим? Сейчас человек в некоем замешательстве находится. Здесь есть какие-то планы и желания, которые он хочет очень быстро реализовать. Но это реализация. Почему-то сейчас он как стопорнулся, да, стоит на месте, что-то еще обдумывает. Ему должно быть комфортно сделать этот какой-то шаг или какие-то действия. Он сейчас находится в энергиях таких прохладных, с прохладцей. Ушел в мечевого, в авторитарного типа такого, знаете, шеф-босс, начальник, хозяин. И здесь мысли-мыслишки думать он должен. Он должен все сопоставлять, чтобы было логично, чтобы было правильно. Но как оно правильно, как у него своя критическая мера, да, своя кривизна, своя прямизна. То есть он сам сейчас в себе больших переходов он делать не может и не хочет. Смотрите, у него 20-й аркан. Ему тут уже сигнализируют, что что-то пора предпринять, сделать какие-то выводы, новые шаги предпринять. Уже устарело его мышление, поведение. Даже то, что у него в жизни творится, в принципе, многое уже требует перехода на новые уровни. Больше мы не о материальном сейчас говорим, а о тех моментах, когда пора понять. Вот как бы, знаете, дух взял и исцелился, да, духовно, может быть, даже ментально. Или как вот, знаете, когда человек думал всегда одно, делал одно и понимал, что, ну, все равно не то, ну, все равно плохо. И не думал, что буквально надо просто чуть-чуть так вибрационно подняться, да, духовно как-то принять, начинать, да, принимать принятие. Баланс и гармония, да, тоже. Вот что-то ему чуждо. А сейчас он, в принципе, стоит перед выбором, что нужно уже как-то по-другому себя вести, понимать более тонко людей, самому стремиться к развитию. А он хочет, знаете, как он сначала стоит на месте, потом резко что-то делает, быстро. И не всегда это приводит к результатам полноценным, хорошим, тем же вот самым правильным, как он желает себе. То есть тут у него не хватает немножко, знаете, он как мог бы быть генералом, а он все в это, в самодурах ходит, да, тапочки строит в коридоре. Вот, ну, вместо того, чтобы что-то делать более такое глубинное, правильное, ну, он в пропорах остался, да. Вот, как бы не прошел кверху, или тут уже должен быть академик, а он где-то там в это, знаете, в, как правильно-то выразиться, в трудовиках, в общем-то, вот так. Он мог бы уже со своим интеллектом, со своим настроем таким серьезным, критичным по жизни, многого. Почему он так, почему что-то, какие-то помехи. Ну, вот опять, посмотрите. Вот, начальство весов, баланс и гармония, не достигает он ее, достиг бы, научился бы договариваться миролюбиво, да, находить общий язык. И проходил бы свои уроки достаточно прекрасно и хорошо. Потому что он, такое ощущение, что он тормозит, потом он резкие, поспешные выводы и движения какие-то делает, да. Потом опять притормаживает, потом опять резко. Вот, короче, у него, знаете, когда машина, когда новичок едет на машине, когда его обучают, да, он вот эти вот путает педали, резко тормозит, потом поехал. Причем, вот, черти что, и сверху еще бантик. То есть ему нужен какой-то опытный сейчас помощник и наставник, да. Такое ощущение, что он наделал дел каких-то, сам не изменился, не поменялся, и сам же еще ушел. Ну, его что не устраивает, он пошел новое искать. При этом сам, что излучаем, то и получаем. Ну, как бы, он и лучшего-то, если он требует чего-то лучшего к себе, а сам это не дает, не выдает то, какие запросы могут быть. Здесь человек странствует в поисках лучшего, в поисках какого-то счастья, да. Знаете, вот это вот тыр-тыр, вот это вот то быстро, то медленно, то быстро, то медленно, и потом хоп, и куда-то делся. В общем, тут какое-то недоумение от его поведения. Вот что показывают. И состояние, когда остаться вообще не у дел, вот у него сейчас, да, сожалеть о чем-то, кусать локти, я же все вроде правильно делал. В общем, он неудоумевает, девчонки, он не догоняет вообще, что он делает и как. И поэтому у него ситуация, что воля, что неволя. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Да, огибает какие-то острые углы, хотя у него острый ум, должен быть подвешенный зык. Ну, в общем, крутится вот по горизонтали, да, как-то так. Ни вверх, ни вниз, а вот так вот, восьмеркой, туда-сюда. Бег по замкнутому кругу, в общем-то. Или по спирали. Но, тем не менее, не вперед не развивающийся, а какая-то такая странная спираль замкнутая. Ну, ладно, что ты еще скажешь сам? Что бы ты хотела сказать-то, что-то тебе неправильно показывает или правильно? Ну, этот человек, несмотря ни на что, ему нравится выдавать желаемое за действительное в кругу друзей, в кругу близких. Он такой, может быть, даже чванливый слегка. Бахвастый, да, бахвальство. Может вот это вот он, пыль в глаза пустить. Особенно, когда атмосфера, когда такая расслабляющая атмосфера. И вот он начинает. Это, в общем, сказочник, дорогие. Андерсон. Андерсон. Будет ли он в вас заблуждение специально? Да нет, он хорошо думает, что он делает. Не, кстати, может, но здесь как-то вот опять же он думает, что он делает правильно. Вы знаете, он такое ощущение, что он даже верит в то, что говорит. Сам верит. Может сто раз говорить неправильно или действовать, или думать. Но, в общем-то, он всё равно такое ощущение, что он везде-везде прав. Прямо-таки везде. Для него важен материальный баланс, материальная стабильность. А тут говорят немножечко о понимании, да, о эмпатии. А вот у него её нет. Он очень многое недопонимает, и поэтому люди могут друг друга элементарно не слышать. Потому что, ну, второй тоже может, партнёр может закрываться, потому что здесь как бы стена прям какая-то, да. Что такое железобетонное, непробивное. Он стоит на своих позициях. Он защищает интересы своих близких, своей семьи. Он может прям упираться до последнего, да. Букву П первую замените на букву С. Вот. Ну, он считает прав, он думает, что всем будет лучше, так как он желает и делает, да. Так как он мыслит себе это. А по факту, по факту. Ну, он вроде-то и неплохой человек, тем не менее. По факту большие сомнения, да. Всё равно какое-то не то, не сё получается. Может быть, он вам тоже пытается что-то навязывать. А то, что не приносит какой-то пользы. Вот он как-то стабилен, вроде, знаете, как бывает, стабилен своей нестабильности. Вот такое противоречие какое-то по человеку показывают. И ещё. Очень какое-то, знаете, сильно переутомление идёт у него, сильно переутомляется. Человек, понимаете, можно же ничего не делать толком. Но всё говорит о том, что нервная система сейчас, возможно, не такая подвижная, как хотелось бы. У него какая-то вот прям прокрастинация. Он может, когда у него переутомление от дел, от дум, даже от мыслей, да. Что-то он там себе... У него, может быть, плохой сон сейчас. Его так показывают, да. Мысли гнетущие. Сам себя загоняет куда-то. Но вот по каким причинам? Причин может быть очень много. Если действительно резонирует, уточнить можно на индивидуальном приёме. Если вы действительно понимаете, что вам это надо, что человеку, может быть, как-то помочь вы хотите. Так, и сейчас мы с вами посмотрим, что ему... Главное, вот тут вот и пришло логически, да, что ему нравится вас, что отталкивает. А сам он в себе, в принципе, не видит ни соломинки, ни чего-то там другого, да, в глазу. То есть у вас он эту соломинку увидит, а у себя он бревна не видит. Вот так, если правильно вспомнить замечательную пословицу. Так, ну что, подумайте сейчас о человеке. Представьте его. Можете его имя назвать. Сейчас ещё немножечко с вами сосредоточимся. Подумайте хорошенько. Так, ну и приступим сейчас к следующей части. Нашего сеанса просмотра. Я думаю, вам будет интересно узнать, да, может быть, даже узнаете, как он говорит, его слова какие-то, его полунамеки, чтобы вам было понятно, что же он там на самом деле. Вы думаете одно, а он на самом деле думает совершенно другое. Вы думаете о нём так, что он думает о вас вот так. А у него там своя система, своя схема. Сейчас попробуем. Итак. Думайте, думайте о человеке. Итак, смотрим. Смотрим. Что же этот человек на самом деле думает о вас? Что ему не нравится? Первое. Ох, ему не нравится, что ему приходится выбирать. Ему не нравится то, что нужно делать конкретику какую-то, делать выбор. И, скорее всего, то, что вы настаиваете или намекаете, или в конечном итоге придётся этот выбор делать, что почему-то ему это не нравится. Ему не нравится влюблённость. Может быть, даже, девочки, ваша. Ему не нравится вот привёрнутое положение, жизловое. Возможно, некий эгоизм ваш. Но у него же своё мерило, да. Вот он видит так. Вы можете считать совершенно по-другому. Он видит либо недостаточно энергии сексуальной, энергии жизненной. И немножечко он считает, что, знаете, я её, конечно, уважаю, но... Да, и она могла бы быть более самостоятельной, более взрослой, более активной даже, да, проявлять активность, проявлять инициативу. Но, девочки, если вы это делаете, он также к вам придерётся, что вы делаете это излишне или с нахрапом, и как-то не так. То есть тут, куда ни кинь, везде клин. И ещё ему не нравится, посмотрите, как ваше уныние, возможно, переживание, грусть о нём же. Или вообще по жизни. Упаднические настроения ему не нравятся. Мне вот этот вот аркан хочется усилить, понять, почему ему здесь не нравится. Ему не нравится его влюблённость или ваша влюблённость. Сейчас раскроем, просто вообще может по-другому покажут. Вот. Ему почему-то тяжёл и выбор, и влюблённость вообще сама по себе и для него тяжела. А что ему нравится в вас? Что ему нравится, что его тянет к вам? Представляете, сейчас какой-нибудь негативный момент будет вообще. Ну, как раз в духе его противоречия, да? Так, смотрим. Ну, конечно, башня разрушения. Ему нравится, скорее всего, что вы можете, несмотря ни на что, вот под форс-мажорными обстоятельствами, да? Как-то принимать эти перемены или резко всё поменять, может быть, вы сами можете, да? Или как-то подстроиться под такие вот, знаете, ты думаешь, одно получается по-другому, да? И совершенно надо как-то быстро-быстро себя в руки брать. Так, что ещё ему нравится? Так, ну здесь, конечно, вообще оригинальность, оригинальность. Может быть, знаете, то, что вы не смотрите на мнение людей. Для вас особо, ну, вам, может быть, и нужно, чтобы вас уважали, но не до такой степени, чтобы сделать это вообще единственным тем, что вам необходимо. То есть, людское мнение, ну, так, знаете, караван всё-таки идёт, когда собаки лают. И иногда вы можете прям наплевать с эфилёвой башней, да, с высокой колокольни на мнение кумушек-голубушек, на мнение начальства, вашего окружения, даже так. Ну, ему это нравится в вас. И ещё, что ему нравится. Вы знаете, ему нравится почему-то зеркалить или зеркалить. Вот такое ощущение, что ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. Вы также можете одеяло на себя переманивать, да? Может быть, то, что не требуете слишком многого. Вот то, что он вам дал, вот появился, да? А тут вот вы начинаете уже больше в любовную тематику сходить. Ему это не нравится. Ему нравится, когда всё чётко и понятно, но в плане... Вот это как раз ты мне, я тебе. Или ты мне, ты снова мне и опять мне. И я себя не обделил? Ну, вот так. Может быть, даже что вы даёте больше ему? А он нет. Вот это. Девчонки, ну, ничего пока новенького такого, если уж вы про это, про всё сами знаете, или, может быть, что-то вас удивило, да? Давайте здесь ещё немножко уточним. Ну, ему нравится с вами, что вы, скорее всего, на перемирие идёте сами. Примеряться с вами, ему нравится встречаться, ему с вами нравится, как бы то ни было. Ну, вот так. Вот тут прям больше не надо ничего спрашивать. Мы достаточно часто делаем, да? В сеансе мысли, там, чувства, что происходит. Ну, вот сейчас вот в таком формате. Итак, а сейчас давайте посмотрим, на что обратить внимание в ближайшее время, что самое главное во главу угла идут, это уметь говорить нет, защищаться, отстаивать свои права. Это уже как совет-рекомендация. Эта глава должна понимать, да, сердце, что в ближайшее время сердце, сердце, что подскажет, ну, и вам, девочки, в том числе. Ну, здесь вынужденное бездействие, сердечко молчит, это здесь такой, знаете, покой. Надо успокоиться, нужно абстрагироваться, да, каких-то никаких особых действий, да, нужно перезагрузиться, что-то подумать. Неактивность, что-то она вынуждена, сердечность, нету пока сердечности, девчонки, может быть, той, о которой вы думаете, той, о которой хочется. И в ногах, что на ближайшее время. Вы знаете, как ни крути, вот здесь карта специально лежит горизонтально. Мы не знаем, в плюс или в минус, может и так, и так быть. То есть здесь какой-то удобный случай, но он может проиграться в обе стороны. Вы знаете, это как кидать монетку, загадывать желание. И даже если упадет решкой, как вы загадали, то вы будете понимать, что нет, вам нужно делать так, как если бы лег орел. Вот прям вы будете знать ответ сами. Здесь какой-то удобный случай, счастливый случай, какое-то везение. Но тут как бабка на двое сказала, знаете, бойся своих желаний, может быть, вы хотите встретиться, но эта встреча будет неактуальна или она будет неприятна. Я, к примеру, говорю, или наоборот, вы встретиться не хотите, не желаете, он вас обидел, или сами вы обиделись. А потом так получается, что из негативного состояния вас выводит какая-то радость, может быть, необычное его поведение. Или что-то другое. Но здесь прям попасть под какой-то... Ну, как ни крути, здесь все равно будет лучше для вас. Вот так, скажем, как бы ни было, лучше для вас будет в любом случае. Даже если это будет какой-то отрицательный момент, и вы думали, что как-то надо по-другому, вот тут так выворачивается, все равно вы будете в выигрыше. Выигрыша. И еще подытожим, да. Девочки, здесь, конечно, эгоизм, и все-таки по солнышку. И еще на девятку пентаклевую здесь ложится. То есть тут надо просто расслабиться. Расслабиться и просто принимать положение вещей таким, каково оно есть. Абстрагироваться со стороны, может быть, если вы не можете, да. То есть если вы не согласны с этим, просто понаблюдать здесь надо, что происходит немножечко, да. Не эмоционируясь, сердце не подключая. Вот как бы голова должна понять, что вы тоже имеете право. Налево или направо. Вы имеете право и вообще должны говорить нет, свою позицию четко и ясно выражать. И настаивать на своем. Здесь вам еще показано. А солнышко это все-таки и эгоизм легкий. Но с другой стороны, скорее всего, ваши встречи, ваши общения проходят в формате не 24 на 7. Не тогда, когда вам надо. Не тогда, когда он вам нужен. А тогда, когда удобно. Тогда, когда легко прям, да. Как бы то ни было. Он может появиться вообще даже не смотреть на то, что вы обижаетесь там. Не обижаетесь. Здесь он как будто бы хоп такой. О, привет там. Как дела? Как ни в чем не бывало. При его-то вот таком еще характере сложном. То есть здесь вообще вот, ну, хочешь так, нет, обиделась. Ну, ладно, позже зайду, да. Или вообще там пропаду. Потеряется потеряшка. Но вот, девчонки, я надеюсь, вам понятно. Напишите, пожалуйста, как оно у вас резонирует, да. И сейчас мы с вами сделаем. Давно я для вас не делала ваш род. Что говорят духи вашего рода. Можете немножечко сейчас как-то задать что-то определененькое, да, в трех вариантах. Можете один или два варианта выбрать из трех. И давайте будем смотреть первый, второй, сейчас третий будет вариант. Можете сразу себе представить, какой вы хотите, да. Я специально вам сначала текстом положу, а не картиночками, чтобы вы не подключили логику. А текст читать вам все равно, что будет неудобно. Так, первое, второе, третье. Что говорят вам духи вашего рода. Можете где-то под вопросики задать, да, и получить ответ. Вот так. Девочки, первое. Смотрим. Что здесь, во-первых? Мы видим здесь мудреца, да, отшельника. Вселенский разум. Обо мне уже все написано и все известно. Вселенский разум знает, как я поступлю в любой момент своей жизни, в какую сторону захочу свернуть. Моя история и судьба меняются и переписывается с каждым моим новым решением. Я принимаю эти знания и во всем полагаюсь на Вселенский разум, который записывает мои шаги. Девочки, это вам послание. Вам послание от духов вашего рода и даже от Вселенной послание. Итак, второй вариант, кто выбрал. Любовь матери. Материнская сила любви и принятия. Дом всегда там, где мать и дети сами приходят к родителям. Мама дает, я принимаю. Я принимаю величие своей матери и всегда иду к ней, если мне это необходимо. Я разрешаю себе быть маленьким рядом с мамой. Ее дом всегда дом и пристанище для меня. Девочки, материнская любовь здесь. Вот вам какое послание. Вы сами подумайте по своей ситуации, потому что у всех ситуации разные. У кого-то уже родители сделали переход в другие миры и светлая память. Но они с нами, да? У кого-то действительно, может быть, не хватает. Может быть, вам надо сейчас родителям позвонить, маме, сказать ей добрые слова. А может быть, вы сами являетесь мамой и ваши дети нуждаются в вашем тепле, в вашей защите. Да даже просто поговорить, обнять лишний раз. Девочки, третий вариант. Здесь мужское начало. Посмотрите, давайте посмотрим сначала картиночку. Я принимаю величие мужской энергии в пространстве. Я принимаю то, что все на земле исходит из мужского начала и, соединяясь с женской энергией, дает жизнь. Эти две силы, мужская и женская, соединяясь, сотворяют. Мужчина дает семя, женщина – плодородная мать земля. Я думаю, вам есть над чем задуматься, дорогие мои. И пусть вам вот эти советы, рекомендации, эти послания от природы, от селены, от духов вашего рода. Сейчас каждый сам поймет, как, что и откуда. И давайте для всех вот просто, мало ли вы выбирали, не выбирали, сейчас просто ли вы слушаете. Давайте общий такой еще возьмем. Как, может быть, совет, рекомендацию или послание, да, посмотрите. Кстати, маленький ребенок в себе. Это, кстати, важная вещь. Внутренний ребенок, девочки, есть медитация, есть практики. Мы этим занимаемся, кстати, на моих практических занятиях. Я отпускаю всю серьезность и груст со своего видения, которые я сама накинула на свою жизнь. Я ни к чему не привязана. Я слышу любые свои желания и реализую их. Чтобы быть счастливой. Я смеюсь в голос. Я созерцаю этот мир без ощущения временных рамок. Я разрешаю себе быть нелепой и несерьезной. Девчата, здесь так много важных моментов акцентированных. Мне, кстати, вот это, мне кажется, самое лучшее на данный момент, что могло прийти. Поблагодарим ваши силы, все силы. Поблагодарите духов вашего рода. Те силы, в которые вы верите за помощь. Вот, кстати, по практикам внутреннего ребенка их много на самом деле. Но это очень важно. Это дает очень хорошую коррекцию. Кстати, тоже можете обращаться. Много интересного есть и в моей школе ведьм. Можете приходить на обучение, кому важно. Ну, а сейчас мне хочется вам сказать спасибо, что были со мной дорогие. Спасибо за ваши донаты. Пусть ваши кошелечки пополняются в сто раз больше. И ваши энергоканалы и финансовые потоки усиливаются, радуя вас и ваших близких. Взаимности вам. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok